Агрессивность, озлобленность, ожесточенность становятся все более приметными чертами подростков нашего времени. По данным Федеральной службы исполнения наказаний на 1 января 2015 года, в исправительных колониях для несовершеннолетних находилось около 2000 человек. На территории нашего района с начала года подростки совершили 31 преступление. Самое распространенное из них – кража имущества. Основную часть данных краж составляет кража велосипедов. Совершено одно особо тяжкое преступление несовершеннолетними, одно тяжкое – 26 преступлений средней тяжести. Чтобы бороться с детской преступностью, необходимо ее предупреждать, выявлять и устранять причины и условия конкретных преступлений. В Одинцовском районе на протяжении всего года неоднократно проводились рейды, направленные на профилактику детской преступности. Велась и масштабная работа по выявлению фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. К ответственности привлекли около 170 недобросовестных продавцов. Кроме того, проводятся межведомственные рейды, опять же, совместно с сотрудниками полиции, условник, шанс, рейды безнадзорные дети, когда мы совместно выявляем детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В летнее время проводится профилактическая операция подросток по организации их летней занятости и трудоустройства. На базе комиссии по делам несовершеннолетних работает клуб для родителей преодоления. На их заседание приглашаются как раз родители, которые ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности, с тем, чтобы как-то оказать им правовую, психологическую, педагогическую помощь, потому что большинство из них, конечно, не обладают этими знаниями. Также в каждом учебном заведении нашего района разработана программа по профилактике преступлений. Это уроки по пропаганде здорового образа жизни, работа с детьми, которые находятся в группе риска, психологическая консультация и не только. В ряде общеобразовательных учреждений организованы группы родительской общественности, антинаркотической направленности. Такие школы, как Назаревская, Немчиновские лицеи, Голицынская школа номер один. Среди причин, влияющих на социальное поведение подростков, были названы и проблемы с досугом. Организация детского отдыха – важная часть работы по профилактике преступности. Требуется принять исчерпывающие меры по мотивации несовершеннолетних к трудоустройству, обучению, принять меры по организации их досуга, оказаться в помощь данной категории лиц в реализации их права на самоопределение. Ранее бытовало мнение, что преступления совершаются детьми из неблагополучных семей. Но сейчас картина изменилась. Нарушителями закона все чаще становятся дети, которых положительно характеризуют по месту жительства и учебы. Часто это связано с тем, что подросток попадает в плохую компанию. Из 31 преступления 14 было совершено в группе. Поэтому родителям даже самых, на первый взгляд, примерных чат нужно быть всегда на чеку и как можно чаще интересоваться, где их ребенок проводит свое свободное время. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.